ДВХАП.РУ 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 Чем это все закончится? Ведь... ...нам таких руководителей, которые от народа нету. Нашим профсоюзам лучше выдавать цацки губернатору, обмениваться с ним грамотами, нежели поддерживать трудящихся. Вы совсем недавно помните историю с выселением жителей поселка Кульдур из общежития профсоюзного санатория. Да, вот этим сегодня занимаются наши профсоюзы. Особенно в нашем маленьком городе и в селах Еврейской автономной области, где все предприятия уничтожены. А что делать женщине после 60-ти или мужчине в 63-64 года, когда пенсии еще нет, а на работу уже не берут? Мы протестуем против антинародной пенсионной реформы, потому что она создает нездоровую конкуренцию на рынке труда, потому что пятая часть российских мужчин не доживет до получения пенсии. В Еврейской автономной области, хочу напомнить, средний возраст жизни мужского населения составляет 59 лет. И какое нам еще нужно здесь повышение пенсионного возраста? И чем больше будет услышано наших голосов, я считаю, тем более адекватно власть отнесется к этим своим предложениям по пенсионной реформе. Чтобы пенсионеры жили, лучше надо поднять пенсионный возраст. И что самое страшное, многие с этим соглашаются. Только вдумайтесь, в самой богатой стране мира нет денег даже на пенсионеров. Это канал банкрот, а мыр на мотоцикле, а мыр на мотоцикле. Все, все от вранья, от вранья идет. Что ему за этот закон не голосовать? Поэтому, дорогие мои, еще что хотел сказать. Многие не знают, что сейчас делается. Управляющие компании что делают? Мэрия вообще не платит деньги. Квартиры не распределяют, деньги не платят. И потом это говорят, а люди с капремонта со своего платят и заплатят эти деньги. Понимаете? А он будет на мотоцикле. Очень прекрасно. Поэтому... Вот это мы должны знать. Разберемся и на местах. Но первое, надо добиться, чтобы у нас в Москве услышали. И изменили политику. А нет, их гнать надо. Потому что можно заменить еще пять человек. Толку не будет. Меня вы, может быть, иногда слышите, хотя не все. Я руководитель области и других тут ругаю, знаете как. Только не пенсионеры. Родина бы никогда ни в чем не подождала. А мы, пенсионеры, пришли для того, чтобы наши сыновья, внуки, правнуки не видели этого. И дай Бог, чтобы никогда этого не стряслось. Я пришел от всех. То есть от детей с детского дома, инвалидов, пенсионеров. Особенно от женщин, на которых взвалили все. И, ну, жалко мне больше всего женщин. Ко мне обращаются полицейские, медики. Они готовы работать хорошо и навести порядок. Но им не дают. Вот я лично от себя скажу быстро. Я от месяца до трех могу убрать с города наркотики. Если мне дадут такую власть. Хотя бы контролировать тех, кто этим занимается. Ну, в течение года я бы повысил зарплату пенсионерам. Дал бы хорошую работу, зарплату всем. Это настолько просто. Я обращаюсь ко всем. К правительству. Они меня не слышат.